История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Мигель де Сервантес Саабетра С октября 1814 года по июнь 1815 года в Вене заседал Конгресс представителей европейских держав, победивших Наполеона. Основной целью Конгресса стала ликвидация насильственных политических преобразований, которые произошли в Европе в эпоху Французской революции и Наполеоновских войн. Страны-победительницы отстаивали принцип легитимизма, то есть возвращение законных прав прежним монархам, которые потеряли свои владения. В этом они видели возможность предотвратить в будущем социальные потрясения и насильственные перевороты. Венский Конгресс 1814-1815 годов – начало мирной жизни в Европе. У нас в гостях доктор исторических наук Александр Орлов. Александр Анатольевич, здравствуйте. Орлов Александр Анатольевич окончил Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова, исторический факультет, доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежной истории МГГУ имени Шолохова, автор монографии «Союз Петербурга и Лондона», российско-британские отношения в эпоху наполеоновских войн. «Теперь вижу англичан вблизи», «Британия и британцы в представлениях россиян о мире и о себе», вторая половина 18-го, первая половина 19-го веков. «Очерки», «Школы для всех», «Ланкастерская система обучения в России в первой четверти 19-го века». Также им написаны более 100 научных статей по проблемам отношений России с Великобританией и Францией во второй половине 18-го, первой половине 19-го веков. Ну вот, Венский конгресс, да, кон-гресс. Но сейчас никого не удивишь конгрессами. Конгрессы, как политические партии, конгрессы, как высшего представительского уровня дипломатические форумы. Ну, мало ли конгрессов. А тогда, наверное, все-таки это было в диковинку. Потому что раньше, насколько я понимаю, политическая история Европы конгрессов не знала. Это первый конгресс? Нет, на самом деле, это не первый конгресс. Первый такое мирового значения в Европе конгресс – это конгресс, который завершил 30-летнюю войну. Глобальное противостояние в Европе, которое унесло огромное количество жизней, которое перекроило карту Европы. И для того, чтобы прийти к взаимному консенсусу, к соглашению, нужно было собраться всем выдающимся государям того времени. Поэтому в 1648 году состоялся вот такой первый знаменитый в истории Новой Европы Вестфальский мирный конгресс. Вестфальский мир 1648 года – это два мирных договора, подписанные Вестфалией, которые официально завершили 30-летнюю войну. Эта война затронула большинство стран Европы и была направлена против гегемонии императоров Священной Римской империи из династии Габсбургов. По условиям Вестфальского мира Габсбурги признали независимость Швейцарии и отделение Соединенных Провинций Нидерландов от испанских Нидерландов. Франция получила Эльзас. Швеция получила Западную Померанию и архиепископство Бремен и Верден. Бранденбург приобрел Восточную Померанию и право на наследование епископства Магдебург. Этим было положено начало созданию Пруссии. Была признана полная самостоятельность германских государств, что означало провал планов императора Священной Римской империи превратить Германию в централизованную католическую монархию. На Вестфальском Конгрессе появляются две главные идеи мирного переустройства. Но самое главное, чтобы дальше мир был прочным, чтобы он больше уже не был сломлен, чтобы не было какого-то агрессора, который подчинил бы себе все остальные государства. Первая и главная идея – это равновесие сил в Европе, системы сдержек и противовесов. Ученые того времени должны были развить и обосновать это в своих сочинениях. Но еще одна важная задача – это создание кодекса международного права, которого бы придерживались все действующие монархи того времени. Если кто-то из них нарушает такой кодекс, остальные имеют право собраться и силой принудить агрессора прийти снова в мирное состояние. Это не только право, это некое метаправо, на основании которого формируются уже какие-то национальные правовые уклады. С этим тогда еще была большая проблема. Это сейчас мы знаем, в Конституции Швейцарии записано, что если в мире есть какой-то закон более мудрый, чем в Швейцарии, Швейцария автоматически его принимает. Тогда этого не было. И вообще это очень серьезная проблема для международной организации, которой тогда тоже не было. Насколько важно суверенное право, которое в каждом государстве, насколько в него вторгаться может международное право. Поэтому решили создать особый кодекс международного права, который не затрагивает внутренние дела каждого государства, но которому обязаны подчиняться только государия. Так, вот вы сказали, что некая цель Конгресса, его задача – формирование консенсуса. Совершенно верно. Консенсуса между государями. Это пока монархическая Европа. Конечно. А в нашем случае Венского Конгресса, вот на чем основывался этот консенсус? В чем была его, ну, смысловая, что ли, да, честь? Ну, конец XVIII века – это уже не XVII век. Это время, когда существует идеология просвещения, когда люди поняли, особенно жители европейских государств, западноевропейских, что такое личные права, политические и гражданские права. Особенно этому способствовала французская революция. Да, безусловно. Она вся была построена. Поняли, значит, они вошли в какое-то такое же более-менее широкое политическое употребление? Это совершенно новый период, когда в Париже любой житель знал, какие у него есть права и как их надо отстаивать. Хорошо, в Париже, а в Вене? В Вене более сложная ситуация. Здесь, конечно, государство монархическое, но монарх вынужден был, борясь с французской революцией, перехватывать некоторые идеи и лозунги французской революции. Представляете себе? Они люди были современные. Они понимали, что бороться можно с идеями только с помощью идей, а не штыков. Если мы вспомним русского императора Павла I, будучи еще наследным принцем, он сказал как-то Екатерине, я бы пушками этих санкелотов расстрелял. На что мудрая Екатерина, государственной эпохи просвещения, сказала ему, вы ничего не понимаете в истории, ничего не понимаете в политике. Пушками с идеями не воюют. Ну, а возьмем мысли русского императора Александра I. Уж, казалось бы, куда как более абсолютный монарх, но тоже воспитанный на идеях просвещения. И когда появилась фигура Наполеона, человек, который руководствовался идеей, сражался с помощью идей, прежде чем бросать в бой свои батальоны, его противники, монархи старой Европы, поняли, что с ним можно сражаться только с помощью идей. Если мы вспомним конец деятельности Наполеона, 1813 или 1814 год, Россия и Пруссия, которые освобождали занятые французами земли, написали на своих знаменах слова «либерализм», «свобода» и, я даже боюсь это сказать, «конституция». Ужас. В Париже, когда они появились в Париже, император Александр I на белоснежном коне по кличке Марс горцевал по улицам Парижа, а французы старались вырывать волоски из хвоста этого коня на память, они все знали, что русский император не принесет им варварское господство или резню. Они были уверены в том, что это будет господство торжества и справедливости. В сотрудничестве с Шарлем Морисом Толераном, главой сената французского и фактически руководителем Франции в это время, было решено, что Франция получит конституцию, в которой будут записаны права и обязанности каждого гражданина и права и обязанности короля. То есть это уже не XVII век, это уже начало XIX века, когда монархи понимали, они останутся править, только заключив союз, договор с народом со своим. Не с остальными государями, но и с народом. И император российский Александр I собирался по этому принципу и населению Российской империи даровать конституцию. В Испании король восстановленный Фердинанд VII согласился признать конституцию 1812 года, которая еще в ходе борьбы с наполеонскими войсками, там была утверждена, и в Неаполитанском королевстве, и в Швейцарии, и в германских государствах, и в итальянских государствах должны были появиться конституции. Как править таким народом, который знает свои права и обязанности, соблюдая вот этот внутренний политический консенсус? Конституция входила в набор этих консенсусов, но каких-то общих понятий, общих идей, которые формировали будущий мир навеки. Совершенно верно. Конституция позволяет избавиться от революции. Конституция – это эволюционное развитие. Конституция не порождает революцию, не является следствием революции, а она как бы закрепляет достигнутое, и не позволяет вновь сорваться в бездну. Так предполагали в это время, что конституция является тем якорем спасения, который позволит избежать революции. К сожалению, в дальнейшем это получилось не так. Потому что у подданных и у монархов все-таки разные взгляды на то, что есть права и что есть обязанности. Теперь у нас, значит, Венский конгресс. И, соответственно, краткая характеристика. Инициаторы, повестка дня, ну и те идеи, которые были предложены для обсуждения и для закрепления. Конституцию мы упомянули. Что еще? Закончился огромный период. 25 лет постоянных войн и революционных потрясений. Если мы берем с 1792 года, когда начались революционные войны, ну и потом этот знаменитый период наполеоновских войн с 1805 по 1815 год. Все в Европе переворошилось. Все было вверх дном. Представьте, это можно сравнить со шкафом, в котором какой-то чудесный ребенок похулиганил, разбросав все вещи по разным сторонам. Ты думаешь, что не только разбросав, но и полки обрушив? Обрушив полки, порвав эти вещи, сочинив какие-то новые чудесные наряды, которых раньше никогда не было. И теперь начинает мир постепенно приходить в порядок. Надо навести порядок в этом шкафу. Только совместно все государи, которые погубили Наполеона, могут это сделать, определив, где должно стоять или висеть каждые вещи. Если хотя бы один из них будет против, эта вещь там стоять не будет. Вот основной механизм. Консенсус. Опять консенсус. Каждый на своей полке, может быть, даже на соседней, восстанавливает прежний порядок. Прежний порядок восстановить. Но при этом одежда, конечно, не такие, как раньше. Они должны получить новый модный вид. Отличная картина. Чтобы людям было удобно и красиво в них ходить. Это люди не 17-го, не 16-го, не 15-го века. А это современные, передовые, просвещенные люди начала 19-го века, когда начинается новая история человечества. Но чем можно отметить вот этот вот порядок, установку этого порядка? Только мировым конгрессом. Ну, европейский это тогда мировой, поэтому я говорю о мировых событиях. Для нас, для европейцев, мировой порядок. Решили назначить столицу Вену, столицу австрийского государства, которая очень много потерпела от Наполеона. В нее дважды входили наполеонские войска. И подчеркнуть влияние Австрии, вклад в Австрии в эти события, Вену как столицу этого мирового конгресса. Поэтому и называется Венский конгресс, куда съехались представители победивших Наполеона держав. Победившие Наполеона державы. Победители. Пишут новую историю нового человечества. Много было там представителей разных держав. Но основные и главные, это, конечно, представители России. Русский император Александр I и его посол в Вене, знаменитый князь Андрей Григорьевич Разумовский. Это представители австрийского императора Франца I, знаменитый канцлер, министра иностранных дел, князь Клеменс Лоттер Венцеслав Меттерних. Как его потом назовут, кучера Европы, который держал постоянно натянутыми эти поводья и не давал ей броситься в революционные бега. Это представители Англии. Державы, которая дольше всех и упорнее многих сражалась с Наполеоном, но потому что противоборство в Англии и Франции это борьба не на жизнь, а на жизнь. То есть синитальные блокады и вообще другие. Да, да, да. Это выжить или не выжить вопрос. Это принципиально было важно и для Франции, и для Великобритании. Но с монархом тут сложно все было британским, потому что монарх был сумасшедшим в это время. Георг III, король, который в 1810 году сошел с ума, и хотя он прожил еще 10 лет, умер только в 1820 году, его держали в заперти. Его стыдно было показывать людям, потому что он вел себя неадекватно. Вену не везти, конечно, нельзя. Вену его везти было нельзя. Ну, а принцем-регентом, временно исполняющим обязанности, был его сын, принц Уэльский, Георг, будущий IV. И он поехал в Вену? Он не мог поехать, потому что по конституции, не писанной английской конституции, король не имеет права заключать договоры с иностранными государями. А, только парламент. Это имеет право парламент и правительство, в котором партия, победившая, лидирующие позиции занимает. Кто же был от парламента? Поэтому, вот создав такую интригу, я сейчас говорю о том, что это был министр иностранных дел, английский, с решающим влиянием в кабинете. Есть такая фраза у англичан, это может быть любой министр, но у него решающее влияние в кабинете Роберт Стюарт, лорд Каслери, знаменитый соперник и партнер русского императора Александра I, во взаимодействии с которым приходилось решать многие вопросы. Политический соперник? Политический соперник. Мы понимаем, что главные действующие лица это Россия и Великобритания на этом конгрессе. Ну и Пруссия, еще одна великая держава, это Пруссия. Здесь король Фридрих Вильгельм III, прусский король, и его министр иностранных дел граф Карл Гарденберг. Ну, Франция. Вот вопрос. Она откуда? Допускать ли Францию на этот конгресс? Интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мы, люди, которые помним о том, что было после Второй мировой войны, знаем, в каком униженном положении Германия находилась, и даже вынашивались планы расчленения Германии снова, чтобы никогда источник угрозы вот отсюда не исходил. Было решено, что Францию необходимо допустить к участию в этом конгрессе, во-первых, потому что восстановлен король Людовик XVII, династия Бурбонов снова на троне утвердилась, он даровал конституцию своему государству, она называлась Хартия 1814 года, ну и от имени Людовика XVIII Толеран приехал на этот конгресс. Толеран, Перегор, Шарль, Морис, министр иностранных дел в 1797-1999 годах при директории, в 1799-1807 годах период консульства и империи Наполеона I, в 1814-15 годах при Ледовике XVIII. Толеран возглавлял французскую делегацию на Венском конгрессе, где ему удалось укрепить позиции Франции в Европе. В 1830-34 годах был послом в Лондоне. При различных формах правления Толеран стремился к сохранению позиции Франции в качестве великой державы. Один из самых выдающихся дипломатов, мастер тонкой дипломатической интриги. Толеран приехал с нулевыми позициями на этот конгресс. Что это означает? Это означает, что, в принципе, Францию никто слушать не собирался. На момент приезда Толерана позиции Франции были... Нулевые. Только на момент приезда. Но Толеран сумел повести дело так, что он сразу привлек к себе на свою сторону симпатии Австрии и Англии. Очень опасавшиеся усиления военно-экономического, политического усиления России и Пруссии. Сразу два блока сложилось. Моментально свою игру развернул, да? Почти моментально. Очень интересный разговор Толерана с Александром I передают французские историки Лависа Ромбо, которые написали вот эту знаменитую историю XIX века, многотомную. Когда приехал Толеран, он обратился к Александру I, он шел по-французски, естественно, потому что Александр I блестяще владел французским, лучше, чем Наполеон, разговаривал по-французски, который не был французом по национальности. И Толеран ему сказал, «Ваше Величество, какие гарантии есть у Франции того, что вы даруете ей конституционный порядок?» Но конституция это уже есть. А как дальше будет продолжаться? Будет ли она действовать? Не возникнули какие-то новые идеи русского императора? На что император ему ответил, «Я победитель Наполеона. Разве вы сомневаетесь во мне?» То есть верьте мне. Вот я лично представляю собой гарантию будущего мирового порядка. На что Толеран ему сказал, «Но ваш народ не цивилизован. Вы цивилизованы. Ваш народ не цивилизован. Как вы можете быть уверены в своем народе?» Вы видите, какое представление? Европейца из Франции о том, что правитель должен все-таки как-то опираться на свой народ. Александр был обижен. Он поджал губы, ничего не ответил Толерану и отошел в сторону. То есть вы что же, не собираетесь вести со мной диалог? Разговор не собираетесь вести? Может быть, это повлияло на то, что больше уже такого разговора не состоялось. Франция, Австрия и Англия стали интриговать против России и Пруссии на этом конгрессе. И уже в январе 1815 года они заключили между собой тайный военный союз. Могла начаться новая война между победителями. Между, с одной стороны, Австрией, Англией и Францией, и с другой стороны, это Россия и Пруссия. И вот так значение Франции, значение Толерана с нулевого возвысилось до очень большого уровня. Францией, Англии и Францией, и с другой стороны, это Россия и Пруссия. Францией, Англии и Францией, и с другой стороны, выходят какие-то неожиданные личности на первый план. Но все-таки, какая-то была изначальная повестка дня, какие-то были предварительные договоренности. С чего начинали в плане договоренности? Конечно. Самое важное, это территориальное переустройство в Европе. Поскольку Франции было захвачено много государств, границы перекроены, Наполеон раздавал широкой рукой кому хотел земли, у кого хотел, отбирал, вел себя как европейский диктатор, нужно было восстановить какой-то порядок. Ясно было, что статус-кво просто, вот то, что было до 1792 года, невозможно восстановить. В этом смысле, фарш невозможно провернуть назад. Невозможно, да. Все, это другая Европа. Из него что-то новое надо сделать. Керсиканский выскочка уже смешал все карты. Да, нужно было как-то по-новому все это раскладывать. И здесь опять появляется идея баланса сил. Сделать так, чтобы государства были примерно равные по силе, чтобы не появился новый диктатор, который заменил бы собой Наполеона. Англия была заинтересована в том, чтобы гарантировать от нападения Франции себя. Поэтому было создано Нидерландское королевство. Барьер между Францией Буферное государство, совершенно верно. Почему в Англии считали, что сохраняется угроза нападения со стороны Франции? Все-таки были большие опасения того, что Бурбоном восстановленным не удастся сохранить ситуацию, что Конституция это слишком мало для француза. Вот такая, которая была дана в 1814 году. И Франция является очагом постоянных революций. Вот как у нас у людей 20 века отношение к Германии, то это что в этой стране зреет агрессия. И если эту страну притеснять, обижать, то в ней обязательно будет какое-то движение антиевропейское. Она будет бороться за свои права. Такое же отношение было и к Франции тоже. Тем более, что Людовик XVIII нарушил обещание, которое он давал императору Александру I и английскому министру Каслери. Было договорено, что будет Конституция, принятая с согласием всей нации. А Людовик неожиданно изменил ее преамбулу. И в этой преамбуле было написано, что он дарует Конституцию своему народу. Теперь какая-то претензия на божественное право королей. То есть он от лица своего как... Да. Это элемент того старого, что... Ну, как бы старая заплата на новом платье. Она хоть и не очень большая, но выглядит она несуразно, эта заплата. В XIX век. Да. Но поскольку, чтобы не обижать Францию, чтобы не вызывать в ней вновь какой-то борьбы, смирились с этим и русские императоры, и англичане смирились тоже. Хотя вот в мемуарах наполеонского офицера октава Лева-Вассера записано, что когда-то Леран в тот же вечер посетил один из салонов, на него просто напали посетители салона и стали ему говорить, как же так, князь? Ведь было обещано, что Конституция будет согласие нации. И вдруг написано, что это дарованные, актроированные Конституции. Леран опускал голову, ему, видимо, нечего было сказать и бормотал, ничего страшного, ничего страшного, все будет хорошо. И бежал в следующую комнату. Толпа бежала за ним, он пытался присесть за столик с картами, его фактически выгоняли из этого столика, он бежал в курительную комнату, у него отбирали сигару. Как же так, князь? Расскажите, как будет дальше? Ничего страшного, ничего страшного, все будет хорошо. Только это мог сказать Толеран. Для Толерана это было тоже неожиданно. Это был удар, конечно, это был удар. Бедному Толерану приходилось тащить на себя Францию, руководство которой упиралось всеми руками и ногами. Они не хотели быть более современными, чем это было позволено русскими и англичанами, но в то же время понимали, что не могут абсолютно все восстановить, что было в 18 веке, вернуться в 1790-й или 1792-й год. Нельзя вернуться, да, в 1792-й год? Территориальное перестройство должно быть таким, чтобы создать государство-барьеры на пути Франции. Северо-запады... Так, да? Не только с северной стороны, не только с северной стороны, но и... Со всех сторон. Ну, только там, где Атлантический океан, там английские корабли, они могут такой барьер спредставлять. Северо-запада, Нидерландское королевство, Великое княжество, Люксембург, которое сейчас является одним из карликовых государств Европы. Французам не позволили его захватить. Прекрасная крепость Люксембург, созданная французским инженером маршалом Вабаном. Крепость, единственная первая в мире, в которой нет мертвых зон обстрела. Представляете? Она в виде звезды сделала эта крепость. Поэтому с любого гласиса крепости можно обстреливать. Не позволено было французам. Так, еще с каких сторон обложили Францию? Швейцария должна была стать вечно нейтральным государством. Вечно нейтральным. Это вот результат Венского конгресса. 1815 год. И с этого момента она сохраняет свой нейтралитет. И швейцарцы благодарны русскому императору Александру I за то, что именно он настоял на предании такого статуса в Швейцарии. Стоит памятник, по-моему, в городе Базалия. Памятник русскому императору Александру I. Но если дальше мы с вами пойдем, то это было восстановленное Пьемонское или Сардинское королевство. Это Юго-Запад. Ну и Испания, где была восстановлена власть короля Фердинанда VII, противника Франции. А что, простите, с церковным государством? В Риме была светская власть Папы восстановлена. Папа Пи VII в это время был. И он должен был тоже стать надежным союзником венских стражей. Поскольку, если бы не венская система, у него не оставалось бы ни светской, ни духовной власти. Вот так Франция была ограничена, ограждена со всех сторон. Из нее не должны были больше исходить эти революции. Чего себе просила Россия? Россия всегда заинтересована в надежной защите западных рубежей. Потому что агрессия чаще всего исходит с Запада. И по традиции в России всегда первоклассные крепости, вот такой русская славечка первоклассный, откуда она происходит. Это крепости, созданные по первому классу, с максимальным количеством вооружения, с максимальной защитой. Они были только на западной и юго-западной границе государства. А на востоке, откуда Россия никогда не ожидала нападения, все были второразрядные, второклассные крепости. Или, как они назывались, заштатные крепости. Вообще с минимальным количеством вооружения. То есть штата вооружения им не было определено. Россия просила себе большую часть Польши. Вот то самое Великое Герцарство Варшавское, которое создано было Наполеоном из земель, отнятых у Пруссии. Это должен был стать надежный плацдарм для предотвращения нападения на Россию. Пруссия была заинтересована в том, чтобы тоже иметь часть своих территорий на границе с Францией. Единой границы не было у Пруссии, но ближайшим союзником Наполеона был саксонский король. Король был жестоко наказан за то, что он до самого конца помогал Наполеону. У него была конфискована часть земель. Сам король был арестован. Это единственный германский государь, который был арестован и содержался не в тюрьме, а под домашним арестом. И Пруссия просила часть Саксонии вдоль Рейна, правый берег Рейна, для того, чтобы здесь тоже ограничивать Францию. Вот именно по этому вопросу передача земель Саксонии и Пруссии и Великого Герцарства Варшавского России, и первые разногласия возникли между Россией и Пруссией, с одной стороны, Англией и Австрией, с другой стороны. Вот это территориальный вопрос. Ну, конечно, это самый мучительный вопрос. Мучительный. Очень долго и очень трудно его решали. И опять здесь помог его решить Наполеон этот вопрос. Так, давайте все-таки возьмемся за Наполеона. Значит, Конгресс был уже в разгаре. Он шел, уже работал с октября 1846 года. Уже обнаружились какие-то первые сложности, да? Да, очень тяжелые, очень трудные. И тут как чертик из коробки у нас появляется Наполеон. Наполеон очень хорошо знал о том, что происходит на Овенском Конгрессе. К нему приезжали. Ведь доступ не был ограничен к Наполеону. Он на острове Эльбы в достаточно свободной находился обстановке. Единственное, что остров тоже патрулировали английские корабли. Они не давали возможности отплыть с этого острова. Но это он тоже смог преодолеть. Он смог их обмануть, в конце концов. Одной из разведчиц Наполеона была знаменитая графиня Мария Валевская, которая посетила его на острове Эльба. А до этого она проездом все европейские столицы посетила. То есть Наполеон знал о тех разногласиях, которые возникали на этом Венском Конгрессе. Замечательно. То есть доступ к нему был свободный. Да, можно было приезжать, можно было навещать. Тем более Мария Валевская. Все знали, в каких отношениях она находится с Наполеоном. Наполеон искусно делал вид, что он император Эльбы. Все смеялись над ним. Император Эльбы, но это все равно, что король прихожей или император лестничной клетки, можно так это сказать. Он делал вид, что он занимается ремонтом зданий, прокладкой дорог, путешествовал, утервал слезы крестьянам, которые были на этом острове. Проводил учения своей небольшой гвардии. Тысяча человек всего-навсего гвардия была. Сохранили у него на Эльбе даже. Охранники, личные охранники всего-навсего тысячи гвардейцев, которые добровольно согласились с ним туда поехать. Вот с этой тысячи он высадился потом во Францию. Потом и пришла потом в Париж. Они постепенно двигались и обрастали новыми войсками. Эта тысяча, она очень быстро в 10, и потом еще и больше тысяч превратилась. Конгресс часто прерывался. Его называют в литературе танцующим конгрессом, потому что было дано больше балов, раутов, вечеров, светских празднеств, чем состоялось каких-то заседаний. Даже и в политическом измерении у нас салонная культура. Салонная культура, в ней решались многие вопросы. Балы были неотъемлемой ее частью. Неотъемлемой частью. Каратенчика. Что танцевали, как танцевали? Танцевали танцы 18 века. Это полонез, медленный танец, польский танец тогда назывался. Полонез, кадриль, мазурки различного рода. Но танцевали уже и новые танцы. Танцы Нового Времени – это вальс. Не очень приличный танец. Не очень приличный. Могли позволить себе, государь, на Венском конгрессе вальс? Александр I отличался изяществом в танцах. Ах, молодец. Это был самый изящный кавалер, красивый, с тонкой фигурой, благородный, говорящий на пяти языках. Если он кого-то выбирал, дамы были от этого в восторге. Они потом это не могли забыть. В мемуарах это прослеживается. Ну и русская княгиня Ливин, Дарья Христофорна Ливин, тоже отличалась в этих танцах. Это супруга князя Христофора Андреевича Ливина. Тогда он еще был графом. Посла в Лондоне, потом в Париже. Она очень худощавого сложения была. С ней часто танцевал русский посланник в Сардинии, князь Козловский, Петр Борисович Козловский. А он был очень маленький и полненький. И вот есть такая карикатура английская, где худощавая княгиня Ливин танцует вальс с этим маленьким полненьким шариком. И карикатура называлась «Долгота и широта Санкт-Петербурга». Так, вот сейчас мы немножко отошли от Наполеона, просто посмотрели опять в венскую сторону. Вот просто процедура, вот как это выглядело? Стол, министры, чернильницы, бумага? Да, министры собирались во дворце. Были их представители, были их уполномоченные, были эксперты и комиссии различные. А, и работали еще, помимо, скажем так, пленарной какой-то, ассамблеи, конгрессы, еще были комиссии? Самый главный территориальный вопрос, о котором мы с вами сказали. Но не менее важные вопросы были отмена рабства, отмена работорговли. А это кому ставилось? Это что было как бы еще пока? Это очень важный вопрос был. Великобритания отменила рабство в своих владениях в 1807 году. И она не хотела, чтобы конкуренты продолжали сохранять возможность торговать рабами. Поэтому Великобритания настояла на том, что был вопрос, поднят вопрос ликвидации рабства. Именно. Значит, это была английская инициатива. Это была английская инициатива. А для остальных, как бы, ну, это было таким, как бы, правилом, ну, писанным, не писанным. Русский император поддержал, очень поддержал этот вопрос, но поддержал не из экономических соображений, поскольку Россия не торговала рабами, а из филантропических соображений. Потому что это была идея человеколюбивая, это идея была, которую пропагандировали философы 18 века. И, что называется, с молоком кормилица император эту идею принял в себе. Молодец. Русский император поддержал. И вот вопросу об отмене рабства была посвящена деятельность отдельной комиссии. Отдельной совершенно комиссии. А были какие-то голоса за сохранение рабства? Безусловно. Те страны, которые торговали рабами, они были не заинтересованы в отмене рабства. Особенно Испания. Испания переправляла рабов в южные штаты США, где они были востребованы, поскольку хлопковое хозяйство. Сами южные имплантаторы были заинтересованы в сохранении рабства. А Соединенные Штаты были. Представитель тоже допущен на Конгресс. Но это страны второго порядка тогда еще. Что называется? Швейцария, республиканские государства. Они второго порядка. Первого порядка это монархии были. И те, которые мы назвали, это самые ведущие государства Европы. Отдельный вопрос был посвящен дипломатическому этикету. Пересмотрели средневековый порядок ранга представительства стран на таких Конгрессах и дипломатических представителей, которые посылают эти страны. То есть, современная дипломатия тоже, в общем-то, стартует... Она ведет свое происхождение Северского Конгресса. Я только один пример вам приведу. Что в Средние века, например, как я раньше говорил, Священная Римская империя Германской нации занимала первое место. Хотя в реальности она не составляла из себя единого государства. Второе место занимал португальский король, у которого было небольшое государственное континенте, но очень большие колонии в Америке и в Азии. Сейчас это было все пересмотрено на Венском Конгрессе. Государство первого ранга это монархические государства, те, где правят короли и императоры. Второго ранга это республиканские США или Швейцария. Третьего ранга все остальные государства. Что такое все остальные? Это государства Германии, мелкие государства, или Италия. Те, которые не имели статуса первого или второго ранга, они должны были иметь право голоса в третью очередь только. Вот так считалось, что великие державы устанавливают порядок не только для себя, но и для малых государств. Гарантируют то, что они мирно будут дальше развиваться. Значит, новый территориальный раздел Европы, основы современной дипломатии. Что еще дает Венский Конгресс? Какова его драматургия? И отдельные комиссии были посвящены установлению... Отмены рабства, простите. Отмены рабства, да, это очень важно. Хотя оно не было отменено на Венском Конгрессе, но Конгресс высказался за то, что оно должно быть в будущем как можно быстрее отменено. И следующее государство, если мне память не изменяет, Франция. 1819 год, тоже во Франции было рабство отменено. Еще один важный вопрос. Это, в принципе, можно как вмешательство суверенные дела всех государств, но поскольку, как мы говорили, там хаос был во внутренних делах, это наведение порядка внутреннего в государствах, освобожденных от наполеоновской диктатуры. Это парламенты, ведение парламентов, ведение конституций, определение прав и свобод для каждого государства и определение порядка наследования в те государства, где эта линия была французским господством прервана. Какие династии имеют право вернуться на свои троны, а в каких государствах должна быть установлена новая династия? Ну, самый яркий пример – это Швеция, где старая династия прекратилась, она больше не существовала, и было позволено бывшему наполеоновскому полководцу, маршалу Бернадоту, основать там свою династию. Династия Бернадотов, которая царствует до сегодняшнего дня в шведском королевстве. Хорошо, но что-то у нас в Париже там не в порядке. Давайте-ка посмотрим в ту сторону. Как вот вообще изменило, ну, я не знаю, изменил ход Венского конгресса вот наполеоновский такой демарш? Наполеон, как мы с вами сказали, очень хорошо знал то, что происходило на Венском конгрессе. Он был полностью осведомлен. Да, он был полностью осведомлен. И считал, что союзники не смогут дальше оставаться в хороших отношениях. Ему удастся вбить клин между двумя группами союзников, и он удержится на престоле, по крайней мере. Поэтому он тайно бежал с острова Эльба. Это было в марте 1815 года. Англичане проворонили его бегство. Проворонили или дали ему уйти? Разные вопросы здесь есть. Англичанам было невыгодно, чтобы он появился. Ну, мы же знаем, что было кровавое сражение при Ватерлоу, и там очень сильно пострадали английские войска. Но это потом будет. Это будет потом. Но знаете, что еще меня вот лично убеждает в том, что они его не упускали по своему желанию? Они демобилизовали большую часть своей армии. После первого Парижского мира, который был в апреле 1814 года, они явно не собирались больше воевать. Была демобилизована армия. А самые боеспособные части английской армии отправились в Индию. В Индию и в Южную Америку, в отдаленные колонии. Так что вот меня убеждает то, что они прошляпили действительно. Успокоились. Выбраться ему не удастся. Он надежно уже там законсервирован на этом острове Эльба. А он на рыбацких судах, корпуса которых были покрашены в черный цвет, и на них были черные паруса, чтобы ночи не было видно. И сам со своей охраной, вот этой тысячей человек, сумел пробраться во Францию, тем более, что там расстояние небольшое до Франции, и высадился в бухте Жуан. За 20 дней вся Франция опять оказалась верной Наполеону. Такой вопрос. Как быстро в Вене узнали о том, что происходит во Франции? С Вене тогда приходили за 9-10 дней. Из Парижа до Вены. Вот так да? Довольно быстро гонец мог преодолеть такое. По морю еще быстрее это могло произойти. 9-10 дней. 9-10 дней. Из Петербурга до Лондона такое же расстояние тоже. Для нас это кажется каким-то моментальным просто сообщением. Ну, были почтовые станции специально созданы, курьерские лошади, предъявления документов официальных, и никто, конечно, этого курьера не задерживал. Границы он пересекал как стрела с этой вот сумкой почтовой, в которой у него были важные документы. Наполеон же, заняв дворец королевский в Париже, нашел договор секретный, вот этот, который был Францией, Англией и Австрией заключен, и отправил императору Александру в Вену этот договор. Ух, молодец какой. Александр первый понял, что Наполеон собирается вбить клин между союзниками, приехал к Метерниху, показал ему эту бумагу. Современники пишут о том, что Метерних был таким красным, что от него можно было прикуривать. Но это, конечно, посадили в лужу, что называется, или потерял лицо. И при нем император бросил эту бумагу в камин, говоря о том, что он забывает все разногласия ради того, чтобы разбить вот этого снова появившегося европейского диктата. Какой же у нас был государь? Император имел силу, имел мужество свои личные обиды забывать, для того, чтобы все-таки идея мирного развития Европы реализовалась. Но при этом не будем думать, что это только исключительно личные качества государя. Россия долго принимала участие в этих войнах. А еще, если мы вспомним войны с Турцией, которые шли в XVIII веке, экономика и финансы России были очень сильно подорваны. Необходимо было как можно быстрее закончить эти войны, начать заниматься внутренним реформированием. Тогда вопрос по поводу экономики. Какие-то меры экономического плана выработал Венский конгресс? Вот территориальный раздел, понятно, рабство близко к экономике. А вот собственной экономикой он занимался? Ну, что касается экономики, это только контрибуции, которые Франция должна была уплачивать побежденным государством. Относительно того, сколько потерпело любое государство. То есть работающие какие-то комиссии, которые выясняли, с какой урон понесло то или иное государство. Это споры, да. Французские представители штатом тоже были. Франция тоже очень много потеряла. Они спорили для слез, как пишут современники. До хреботы за каждый сантим, за каждый франк, за каждый кусочек территории. Но это всегда так действуют дипломаты. Дипломаты занимаются невероятными мелочами. Но пускай лучше дипломаты проливают тонны чернил, чем потом люди проливают литры крови за эти кусочки километров или за сантимы и франки, которые там были. Контрибуция, население, а население это тоже очень важно, потому что это тоже имеет отношение к экономике, но и области, где залежи полезных скопаемых к одному государству, к другому государству, оборонные предприятия, как мы сейчас бы сказали. Вот это то, что касается экономики. Экономический аспект был. Или ресурсы, борьба за ресурсы. Борьба за ресурсы. И все-таки Вене узнают о том, что Наполеон в Париже. Что происходит на Конгрессе? Победители Наполеона, которые совершили этот подвиг в 2014 году, снова соединились. Они забыли свои разногласия. То есть Наполеон сыграл против. Бедный Толеран. Давайте вспомним снова Толерана. Он заливался горючими слезами. Он сам говорил о том, что Наполеон разрушил все его достижения. С Францией никто опять не хочет договариваться. Она проявила себя как агрессивная держава. Как держава, склонная к революциям. Но чтобы французов тоже не представлять себя такими бешеными санкелотами, скажем о том, что годовое правление Бурбонов вынудило их вернуться опять к Наполеону. Был белый террор. Были репрессии. Были попытки вернуть земли, земельные конфискации. И население подумало, что его обманули, вернувшиеся Бурбоны. И решило опять перейти на сторону Наполеона. Ну, современники написали, что французы неверные, ветреные, легкомысленные, как легкомысленная женщина. Меняют мужей, как перчатки, направо и налево. Но в подоплеке всего этого экономические, имущественные вопросы. Вопросы выживания. Французская нация стояла на грани выживания. 25 лет постоянных войн. Кровавая революция. Постоянная смена правителей. Нация была дезориентирована в большой степени. И здесь только сильный правитель какой-то мог ее защитить. И так, чуть рассорившиеся союзники вновь объединяются. Да, против кого дружите, есть такое выражение. Да, да, естественно. Они начали дружить, опять против Наполеона. Была создана седьмая уже по счету антинаполеонская коалиция. Представляете, первая коалиция 1792 год. Седьмая коалиция, это 1815 год. И она оказалась решающей. Она последняя и решающая. Это еще одно достижение, но не достижение, а результат Венского конгресса. Это результат Венского конгресса. Результат понимания того, что только вместе государства могут разбить Наполеона. Выдающийся полководец, выдающийся человек, умевший все время сталкивать своих противников с новой ситуацией. Которые они были не подготовлены. Но здесь они уже понимали, что им нужно делать. Понимали, что только вместе они могут разгромить Наполеона. Все равно проблема была колоссальная. Наполеон быстро собрал войска, хотя это не такие по качеству были войска, которые у него были в Египте, или потом он на Россию бросил. Но все-таки значительное войско и гвардия, которая была ему верна. И компания в Бельгии. Очень быстро англичане собрали здесь имевшиеся под рукой войска. Из колонии не успели подвезти. Плюс еще контингенты голландцев, бельгийцев, бывших союзников Наполеона. Бельгийцев, валонов или фламандцев? Бельгийцы имеются в виду, когда мы говорим бельгийцы, это все, кто населял Нидерландское королевство. Бельгия и Голландия вместе тогда были. Поэтому там и валоны, и фламандцы тоже были. И голландцы, и контингенты нескольких германских государств. Вот такое пестрое войско выступало против французов. Два тяжелых поражения противников Наполеона. Представляете, он смог их опять разбить в сражении при городе Линьи, это все бельгийская территория, Нидерландское королевство, и при городе Катр-Бра. Опять поражение. Велингтон, знаменитый английский полководец, отступает. Уже почти к городу Генту подошел, где прячутся бежавшие французские короли Людовик XVIII. И все те, кто бежал из Франции при приближении Наполеона, они собираются бежать еще дальше. Приходится думать о том, что нужно уже будет в Англии убежать опять от этого Наполеона. И он на берегу оказывается Ла-Манша. И дальше что он сделает? Раздавит эту непокорную Англию. Русские войска не успевают подходить. Им пешим маршем приходится двигаться. Хотя они базировались на территории царства Польского, но все-таки это большое расстояние. Русские войска не успеют подойти. И это все на сто дней. Такие бурные события этих самых наполеоновских. В марте высадился, а в июне месяце, 18 июня, было сражение при Ватерлоу. Ватерлоу, населенный пункт в Бельгии, южнее Брюсселя. Во время ста дней около Ватерлоу, 18 июня 1815 года, англо-голландские войска под командованием фельдмаршала Артура Уэсли Веллингтона и прусские войска под командованием генерал-фельдмаршала Гебхарда Леберихта фон Блюхера разгромили армию Наполеона I. Наполеон проявил нерешительность и допустил ряд ошибок. Важную роль сыграло падение морального духа французской армии, обусловленное глубоким экономическим и политическим кризисом Наполеоновской империи. Французская армия потеряла 32 тысячи человек и всю артиллерию. Союзники – 26 тысяч человек. Поражение при Ватерлоу привело к краху Наполеоновской империи. Сражение при Ватерлоу нанесло удар по наполеоновским войскам. Конечно, англичане очень тоже много потеряли в этом сражении. Веллингтона потом спрашивали, скажите, а что с голландцами произошло? Потому что он голландцев на острие первого удара расположил, а свои войска одержал взадик, ну, как последнюю опору, имея представление о том, что на них он может рассчитывать, а вот как себя голландцы и бельгийцы поведут? Они же очень долго служили Наполеону, поэтому их на острие первого удара. Веллингтон ответил, о, бедные чертенята, им здорово досталось. Чертенята? Да, то есть, видимо, там камня на камне не осталось от голландских контингентов, но они сражались храбро, потому что понимали, что дальнейшая, конечно, война уже ставит на грань вымирание Европу. Невозможно больше воевать, последние ресурсы истощаются уже. Дальше что? Одичание, дикость. Русский морской офицер Бестужев пишет о том, что голландцы принимали с восторгом русских, когда это было первое поражение Наполеона, и говорили о том, что все было обложено налогами. Дверные проемы, окна были налогом обложены. Хочешь дом в три окна – больше налогов. Хочешь дом в 15 огон – естественно, больше налогов. Табак был обложен. А голландцам мы себе без трубочки не представляем. И когда Бестужев угощал этого голландского моряка, который ему это рассказывал, он говорил, да вы останьтесь навсегда в Голландии, русские. Только вы можете нас гарантировать, потому что это великая держава, а тут Франция под боком, неизвестно, что с ними происходит. По сути, да, общая европейская экономическая разруха. Они криком кричали просто от того, что войны поставили их на грани выживания. Но и в России была тяжелая ситуация, но и в Европе была тяжелая ситуация экономическая. И вот здесь-то после того, как окончательное замирение, европейцы сделают выбор за Англией. Не за Россию, а за Англией. Это замирение в результате наполеоновских стадней. Поражение при Ватерлоо. Да. И после этого конец стадней Наполеона, битва при Ватерлоо. Это уже финал Венского конгресса. Это июнь месяц, а Венский конгресс закончился немножко раньше. Сражение 18 июня, а Венский конгресс, заключительный акт Венского конгресса, был подписан 9 июня. 1815 года. Хорошо. Вот что было подписано 9 июня? Что такое за... Заключительный акт Венского конгресса, который установил правила по двум важнейшим вопросам. Это первое, территориальное переустройство в Европе. Раз. Как страны должны быть гарантированы. И второе, это введение нового кодекса международного права. То, за что боролся русский император Александр I и Англия. Англия, заинтересованная в сохранении баланса сил на континенте. Кратко, в двух словах. В чем заключался новый кодекс международного права? Были прописаны меры воздействия на европейского агрессора. При этом Вестфальский договор был взят как база, как основа, как фундамент. Они строили уже на фундаменте. Не на песке, а на фундаменте Вестфальского мирного договора. Были по рангу определены меры воздействия на агрессора. Первое, мирное меры воздействия. Это арбитраж. Если появляется какой-то агрессор, должны договориться страны-соседи и представить людей, которые смогли бы выполнять роли арбитров. Уговорить агрессора не выступать против других держав, убедить его. Вторая мера воздействия – это третейское посредничество. Если война уже началась, если она идет. А кто мог быть таким третейским арбитром? Должны были выступать любые другие сильные державы, окружающие эту территорию. Я вам скажу, что тогда было пять сильнейших держав. Это называлось латинским словом «пентархия», «стража венской системы». Но я расположу их по мере важности. Первая – это Великобритания, самая сильная, самая богатая страна того мира. Вторая – по значению Россия, самая сильная в военном отношении держава. На третьем месте – Австрия, тоже большая по территории с сильным военным отношением. На четвертом месте – Пруссия, с мощной армией, дисциплинированной, но не такая большая по территории, как Австрия. В Германском Союзе и в Германии они соперничали между собой. Ну и взяли они еще к себе Францию. Францию униженную, оккупационные войска стояли до 1818 года, но статус Великой Державы ей позволили оставить. Для того, чтобы страну изгоя не делать из Франции, для того, чтобы не побуждать вот эти постоянные волнения. У нас же впереди еще Священный Союз. Священный Союз. Вот что это такое? Почему Священный? Это самый уникальный акт в истории дипломатии. Такого не было. Европейская дипломатия. Ну, может быть, в Средние века что-то такое было. Это опять идея русского императора Александра I. Это идея союза христианских монархов против антирелигиозных революций. Антирелигиозных, социальных, неспровергающих троны, престолы, революций. Ну, грубо говоря, если Маркс потом скажет, пролетарии всех стран соединяйтесь, то мы сейчас можем вам сказать, монархи все стран соединяйтесь. И он предложил прусскому королю Фридорху Вигельму III и австрийскому императору Францию I союз христианских монархов против безбожной революции во всем мире. Если в революции какие-то возникали, то Россия, Австрия и Пруссия должны были... Ну, сначала, конечно, все мирные способы воздействия. Я не договорил. Арбитаж, третийское посредничество, мирное давление на возмутившееся государство. И в конце это военное силовое давление на возмутившееся государство. Как было написано в акте о создании Священного Союза, а это сентябрь 1815 года, уже после поражения Наполеона, все государя должны быть как единоземцы и помогать друг другу в сохранении принципа легитимизма. Братский союз монархов. Они немного смеялись, говорили о том, что это сумасшедшая идея, страны все разные, у них противоречия, но император к этому очень серьезно относился. Вот если Вестфальский мир дал две главные идеи, баланс сил и новый кодекс права, в Венском конгрессе мы видим баланс сил, новый кодекс права, но еще и установление вот этих вмешательств во внутренние дела, ради благого дела, конечно. А это еще и поддержка общественного мнения. Без общественного мнения ничего не получится. Государь этого времени уже это понимает. Что тогда считали общественным мнением? Общественное мнение – это мнение, которое выражается через прессу. Уже учитывали медийный эффект. Учитывали медийные ресурсы, безусловно. Причем это мнение воспитанного, образованного человека, христианина, знающего, что в любом случае кровь проливать неприемлемо. Воспитывать, образовывать, просвещать – вот это главное для людей твал времени. Если ты берешь в руки оружие и убиваешь своего собеседника, ты расписываешься в собственном бессилии. Ты не смог его убедить. Ну, Англия и Франция отрицательно к этому союзу отнеслись. Поскольку Англия и Франция ведь… Ну, Франция – государство, которое безмонархический период переживало. В Англии король притеснен парламентом, ограничен конституцией по всем направлениям. Но они не выразили несогласия с этим священным союзом, ожидая, что это тоже будут усилия по сохранению мирной Европы, по созданию чего-то нового в этой мирной Европе. То есть это получилась тоже составная часть вот этого консенсуса, да, сформированного венского конкурса? Составная часть консенсуса, хотя этот союз русского императора не пережил Александра I. Австрийский канцлер Меттерних начал использовать священный союз в целях, выгодных для Австрии, для подавления революции в итальянских владениях Австрии. Александр был против этого. Он не давал согласия своего никогда сразу на подавление этих революций. И только после того, как стало известно, что декабристы готовят заговор в России, Меттерних сумел убедить русского императора, что это влияние просвещенной Европы. Это влияние того наследия, которое русские офицеры увидели в освобожденных странах Европы, особенно во Франции. И Меттерних подарил записную книжку императору Александру I, в котором, ну, в буковке алфавита были написаны, имена выдающихся заговорщиков были написаны в этой книжке. И он ему каждый раз сообщал, смотрите, опять месье Жан. Тот открывал книжку и думал, боже мой, действительно революция. И потом в России ему стали поступать сообщения о том, что внутренний заговор, причем это ближайшие сотрудники, его фраза знаменитая, не мне их наказывать, я первый открыл вот эту дорогу либерализма. Священный союз, император. Это уже начало 20-х, да, это изменение? Да, это начало 20-х, особенно семеновская история, так называемая, попытка бунта в семеновском полку, когда император начал отказываться не только от своих позиций на внешней арене, но и от попыток внутренних реформ в России. Расшатали монархию, а расшатанная монархия, это очень опасно, она сдерживает Россию. А вот будет ли ее республика сдерживать, будет ли ее конституция сдерживать, поэтому ни конституции, ни освобождение крепостных крестьян от крепостного права в России не произошло при таком гуманном анархии. Как долго продержались, как долго работали, вот те основы нового мирового порядка, который заложил Венский Конгресс? Мы еще с вами не сказали о системе Конгресса, в дальнейших, которые должны были решать важнейшие проблемы. Они что-то решили, эти дальнейшие? Да, это важное решение было. Что касается Кодекса права, ведь кто-то поддерживать должен. Либо это постоянная организация, но ее не появилось в XIX веке, Лига нации появилась только в XX веке, и то, что мы знаем сейчас... А вот интересно, когда появлялась Лига нации в XX веке. Была какая-то отсылка к Венскому Конгрессу? Конечно, конечно, конечно. Вспомнили все. И Вестфальский мирный договор, и Нимвегинские мирные трактаты 1679 года. Это когда войны уже Людовика XIV были. И, конечно, Венский Конгресс. Его каждый раз вспоминают, когда рушится или создается какая-то система отношений. Вот та система отношений мировых называлась Венская система. Было решено, что будут собираться ежегодные конгрессы, либо по необходимости, которые будут решать вопросы такого мирного или силового давления на государство, где внутренняя социальная революция произошла. Проект какого-то постоянно действующего органа все-таки был, да? Его называют Кочующий Конгресс. Кочующий. В мемуарах, в литературе того времени. То есть, первые танцующие, а дальнейшие кочующие. А дальнейшие кочующие. Ну, Пушкин назвал императора Александра I кочующий деспот. Вы помните, да? Вот такие злые... Да, Россию скачет, кочующий деспот. Спаситель громко плачет. За ним и весьма. Да, 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 да. Ну, оставим Александра Сергеевича, как-то обсудим его, наверное, отдельно. Первый Конгресс – это конгресс в германском городе Аахене. Это уже 1818 год, когда определялись вот эти вот меры воздействия. Ну, что называется, в научном плане в таком, да? Как это будет в дальнейшем, потому что пока мир спокоен был в Европе. В плане конкретного применения. Но уже следующий Конгресс – это в городе Тропау, на территории Австрийской империи. 1820 год уже решал конкретные задачи. Вспыхнула революция в Испании, когда король отменил Конституцию 1812 года, и вспыхивает революция в Неаполитанском королевстве. Там король тоже отменил Конституцию и запретил королами. И это решает тоже Конгресс. Это решает Конгресс. Длительная борьба. Император Александр I не соглашался на ведение войск ни в Испанию, ни в Неаполитанское королевство. И опять-таки, митер Них смог его убедить, что это карбонарии, это заговорщики. У них отделение есть в каждой столице, везде, в каждой стране мира. И если мы здесь не подаем революцию военной силой, в России вы скоро увидите то же самое. И вот именно когда он был на Конгрессе в Тропау, ему пришло письмо о том, что восстание Семеновского полка. Семеновский полк. Вот он как сыграл. А это же гвардия. Вот какая картинка-то была. Представляете, картина поменялась в сознании монарха в это время. Он их опричниками называл, а не восстали. Ну, в шутку, конечно, называл их опричниками. А дальше как Конгрессы продолжались после Тропау? Тропауовский Конгресс все-таки решил вопрос о введении войск в Неаполь. И неаполитанская революция была подавлена военной силой. Потом дальше 1821 год. Это был Конгресс в Лайбахе. Лайбах — это Словения, современные Любляна. Территория тоже Австрийской империи. Здесь еще греческий вопрос предстояло решить. Греки восстали против Османского императора. Но Александр I по принципу легитимизма выступил. Представляете, русский монарх. Екатерина поддерживала борьбу греков всегда. Греческий проект. Павел I поддерживал борьбу греков. Александр — гуманный, либеральный правитель. Категорически против. Потому что свергать Османского султана нельзя. Это нарушение принципа легитимизма. Это опять война. Это революция. И он даже не принял представителей восставших греков. Сразу этим воспользовалась Англия. Англичане помогли грекам восставшим. Помним лорда Байрон. Да, да, да. Байрон — это только одна страница. Самая яркая. Самая яркая, конечно, конечно. Героическая защита Мессолунги, где он и скончался от холеры. Но англичане помогали. И тоже карикатуры появились. Когда русский император на карикатуре убегает в левую сторону. А Джон Буль, такой полный вальяжный англичанин, с мешками денег под мышками, идет и успокаивает плачущую женщину Греция. Вот кто помогает на самом деле, а вот кто бросил Грецию. Даже не приняли представителей. Ну и последний конгресс, 1822 год, это Верона на территории Италии. Но это австрийское владение тоже было Верона. Это подавление силы Испанской революции. Которая с 1820 до 1823 года, и здесь, представляете, была доверена Франции подавить эту революцию. Доказательство того, что Франция надежно вошла в Пентархию, она уже не гнездо революции, она сама подавит революцию. И французы подавили силой эту революцию. И больше не было. То есть революции у нас продолжаются, идут даже по нарастающей в Европе, а конгрессов больше не было. Конгрессов больше не было. Но вот те механизмы, процедуры, те основы, те правовые решения, которые были приняты, они работали в 19-м веке? Безусловно. Разные историки по-разному считают конец венской системы. Это такая яростная борьба. На конференциях мы с... Конец венской системы. Начало-то ясно, когда оно началось. До 1815-й год, когда был подписан заключительный акт Венского конгресса. Большинство историков считают, что с Крымской войной пала венская система. Когда Англия и Франция напали на другого стража венской системы, и Россия была на 20 лет выведена из состава великих держав. Я лично не поддерживаю эту точку зрения, потому что война была локальной, она не сказалась на общем раскладе сил, на балансе сил она не сказалась. Россия временно была выведена из состава игроков, я все равно учитывался. И все равно побежденную даже державу пригласили на Парижский мирный конгресс. И был подписан договор, который частично влияние России ограничил только. Другие историки доводят до создания единой Германии. Ведь, мол, на Венском конгрессе ничего не было сказано о единой Германии. 1871 год, когда появляется это государство. Я считаю, что тоже это не конец венской системы. Потому что Бисмарк, когда создал единую Германию, он говорил другим державам, вот я немножко похулиганил в Европе. Вы знаете, я опять беспорядок навел в шкафу, но я сейчас сам своими руками все это развешу, и все будет висеть абсолютно аккуратно. Я хорошим мальчиком буду после этого. Я никогда не буду бороться, и за колониальные владения я никогда бороться тоже не буду. Знаменитая фраза Бисмарка. Весь восточный вопрос не стоит костей одного померанского гренадера. Но когда Бисмарк ушел с поста своего, Германия стала бороться тоже за владения колониальные. Но все-таки когда-то у нас перестает же действовать? Я считаю, что это начало Первой мировой войны. И венская система, она сто лет просуществовала. Это мое убеждение. С 1815 до 1914 года. Это явный слом уже. Это весь 19 век. А там начинается уже совсем другая. Это самое большое по времени действие системы международных отношений и самое успешное, как я считаю. К сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Я благодарю Александра Анатольевича за эту интереснейшую совершенно беседу. А с вами, дорогие телезрители, мы вскоре встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в поисках истины. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин